Здравствуйте! Научиться правильно регулировать огонь пищеварения, я бы сказал, жизненно важно знать. Поверьте, доктору со стажем 34 года, автору более 70 опубликованных книг и брошюр. И не важно, вам нужно вылечить грипп, либо туберкулез, либо более опасную вирусную инфекцию. Вы хотите получить больше пользы от вакцинации, либо вылечить сахарный диабет. Вам нужно вылечить рак или улучшить работу печени. Не имеет значения ваша цель. Имеет значение, как на вас, на вашу цель работает огонь пищеварения. И в этом видео я научу вас это делать правильно. И наиболее распространенные ошибки я на них укажу. А также, как огонь пищеварения контролирует зависимость от индивидуального состояния вашей пищеварительной системы. Итак, что же такое огонь пищеварения? А это способность вашего желудка полноценно переваривать белковую пищу и дезинфицировать ее от устойчивых в щелочах бактериях. То есть, иными словами, тех, кто не выдержит, кто спокойно выживает под действием очень агрессивной среды. Это желчь. Это самый главный антибиотик. Но перед ним работает еще подогнадавительный. Это ваш желудочный сок, в котором есть соляная кислота и пепсины. И вот эту систему нужно правильно использовать. Потому что от огня пищеварения в желудке зависят дальнейшие события в пищеварительной системе и полноценной переваривании пищи. И какие ошибки часто совершают? Часто игнорируют, что когда-то была язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Когда-то был хронический панкреатит. И начинают разжигать огонь пищеварения неумеренно. Например, используют король пряности имбирь. Либо любую другую пряность. Что может быть в этом случае? Разжигание огня пищеварения может привести к тому, что обострится язвенная болезнь. И может открыться кровотечение, о котором вы узнаете только через несколько суток по черному калу. Либо может обостриться хронический панкреатит до острова. И вот здесь уже вам в реанимации рассказывают, что вы делали неправильно. Поэтому нельзя игнорировать свою пищеварительную систему и те диагнозы, о которых вы знаете. А огонь пищеварения нужно использовать правильно. При панкреатите и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в анамнезе пряности не запрещены. Но их нужно использовать правильно. Малыми порциями в связи с едой и никогда перед едой. И при первых признаках обострения нужно пряности уменьшать. А добавлять другой компонент. Это семена льна. Лечение семенами льна помогает притушить огонь пищеварения. И не даст ему разгореться до язвенной болезни. Либо обострение панкреатита. Как использовать семена льна правильно? Такие видео на моем канале есть. Напомню, столовая ложка семян льна. Заливаете 200-300 миллилитров холодной воды. Взбалтываете до помутнения жидкости. И вот этот слизистый настой пьете за час до еды. Что делать, если у вас хронический гастрит со сниженной кислотностью желудочного сока? Суботрофический гастрит? В этом случае вам нужно стимулировать огонь пищеварения. И казалось бы, король пряностей имбирь в этом случае может помочь. В случае, если использовать его правильно. Настой имбиря очень плохо удерживается в желудке. Иными словами, на желудок действует не так, как на содержимое кишечника. Улучшая пищеварение больше там и раздражая поджелудочную железу. Как же сделать все-таки так, чтобы огонь пищеварения и в этом случае разжигать до нужных величин? Что такое правильный огонь пищеварения? Это когда в кишечнике отсутствует вздутие живота, умчание, не выделяются газы, особенно запахом. Нет аромата неприятного от тела, из выдыхаемого воздуха. От мочи может неприятно пахнуть. Иными словами, разными путями ваш организм может показывать вам, что огонь пищеварения у вас слишком слаб. А помогают те же семена льна. Вы готовите семена льна по прежнему способу. И уже в готовый настой добавляете немножко измельченного, свежеизмельченного корневища имбиря, либо его сок. Перемешиваете и принимаете за 15-20 минут до еды. В этом случае слизь удерживает активные вещества из имбиря в большей степени в желудке. Действие акцентируется на желудок. И огонь пищеварения в вашем желудке усиливается. А пищеварение, соответственно, улучшается. И любые процессы, о которых я говорил, неважно, вы лечите вирусные инфекции, либо боретесь с онкологией, лечите сахарный диабет, либо улучшаете работу печени, уже идут совершенно по-другому. А больше информации вы можете узнать в моих публикациях. Например, недавно вышла статья «Огонь пищеварения здоровья организма» в моей самой любимой газете «Здоровье и долголетие». Для любителей читать на украинском языке есть вариант газеты на украинском языке с той же статьей от того же автора. И получив больше информации таким способом, я думаю, что вы будете жить лучше и дольше. Если вы считаете, что обучение состоялось, какую-то пользу, которую вы можете использовать для своего здоровья и активного долголетия, вы получили, ожидаю от вас лайк. Возможно, вы отметьте свое мнение в комментариях. Возможно, сделаете репост для тех людей, у которых вы считаете, что «Огонь пищеварения» проходит неправильно. Я имею в виду, если работа пищеварительной системы идет не самым эффективным образом. Ну, а я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку, лайк, я напоминаю, можете уже поставить, репост можете сделать. И я ожидаю вас на своих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко», а также «Школа доктора Скачко» в Инстаграм. Ну и не забывайте, есть новый канал «Лечение семенами льна». Там тоже постепенно появляется очень важная информация про вот эти мелкие семена льна, которые могут создать очень серьезные неприятности для вашего здоровья. До новых встреч в эфире!